Дорогие друзья, братья и сестры, желание моего сердца в это утро вместе с вами обратиться перед нашей молитвой к одному тексту Священного Писания, кратенько порассуждать и помолиться вместе. Текст Писания записан в Послании к Евреям, 6 глава, 10 стих, 10 стиха. «Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви, которую вы оказали во имя Его, послужив и служа святым. Желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца, дабы не обленились. Но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование». Братья и сестры, сегодня 26 августа, последнее воскресенье уходящего лета. Через несколько недель мы будем отмечать в нашей Церкви праздник Жатвы, на который будем рассуждать, благодарить об этом празднике, вкладывая не только смысл благодарения, но более глубокий смысл, подводя итог, может быть, и нашей жизни. Но, вы знаете, сегодня мне бы хотелось, братья и сестры, обратиться к такой важной теме, практической теме – труды служения святым в поместной Церкви, труды служения в Церкви. Вы знаете, Господь так устроил поместную Церковь, что она нуждается в служении. Вы согласны? И в этом служении должны участвовать абсолютно все. Абсолютно все, потому что Господь каждого призвал к служению, наделил определенным даром. Знаете, как-то анализирую, даже вот последние вот эти восемь месяцев уходящего как бы года, восемь месяцев прошло, сколько было труда совершено в нашей Церкви. Я не хочу составлять какой-то перечень, список, но как-то рассуждал, думаю, три лагеря у нас прошло, нужно было организовать эти лагеря, нужно находиться было там. Кто-то готовил духовную пищу, кто-то готовил физическую пищу, кто-то отдыхал, а кто-то не отдыхал для того, чтобы дети наши спокойно отдыхали. И это был труд, это было время, это было средства. Была совершена прекрасная, Господь благословил поездку миссионерскую в Молдову. Для этого тоже необходимо было посвятить свое время, средства. В следующую субботу, братья и сестры, в этом зале будет очень много молодежи. И для того, чтобы конференция состоялась, братья и сестры, чтобы Господь благословил, необходимо участие и труд святых Его. И абсолютно каждого человека, братья и сестры. Кто-то будет духовную пищу готовить, и сейчас уже готовится. А кто-то должен готовить три раза в день, нужно будет покормить, и там на улице, когда погода теплая, очень-очень тепло нашим братьям приходится. Братья и сестры, это труд и служение. Но вы знаете, я не хочу перечислять как бы перечень, я хотел бы, братья и сестры, немножко посмотреть на труд и служение глазами Бога. Потому что, согласитесь, мы люди, мы склонны где-то и уставать. И порой, знаете, люди настолько в служении как бы пребывают, они устают, говорят, мы даже смысла не видим. Для чего? Кому это надо? Какой результат? Кто это отметит? Ведь есть виды служения, которые менее заметны. И люди делают годами, их никто не замечает, друзья мои. Я хотел бы, чтобы посмотрели на труд и служение святым глазами Бога. И вот апостол Павел говорит так. Я хотел бы, чтобы мы прочитали этот текст немножко в другом переводе, более современном, понятном нам языке. Смотрите, как один из переводов переводит этот текст, 10-й. Бог справедлив. И поэтому не может забыть ваши дела и ту любовь, которую вы проявили во имя Его, служив и служа святому Его народу. Прежде всего, братья и сестры, стирк подчеркивает важность. Он показывает, что Христос так, сколько соединился с церковью Своей. То, что Господь создал церковь, Он не оставил ее. Для Него небезразлично все, что происходит. Весь труд и служение, которое совершается. Хорошее качество, когда мы отмечаем, благодарим, и мы стараемся это делать за труд и служение, которое совершается. Но не всегда это можно заметить. Братья и сестры, у Господа ничего не остается незамеченным. Ни одна молитва, ни один доллар, положенный от чистого сердца, ни один час, посвященный для Господа, ничего, абсолютно, ни одно мгновение у Господа не проходит. Бог справедлив. Он обладает качеством справедливости, и в силу Своей справедливости Он не может забыть, апостол говорит. Он не может забыть. Это Его качество. И вот обратите внимание, как здесь написано, что Бог справедлив, поэтому не может забыть ваши дела и ту любовь, которую проявили во имя Его. В синодальном переводе написано «Дело ваше и труд любви, братья и сестры». Бог называет это трудом, не просто так. К труду по-разному относятся люди. Есть люди, которые делают свою работу, потому что вынуждены делать. Они вынуждены ходить на эту работу, чтобы как-то содержать семью. Но когда говоришь, я не люблю свою работу. Но есть люди, которые любят свою работу, не вкладывают в свою душу, сердце. Они готовы находиться там и делать это действительно. Как мы говорим, отдушить человек работает. Братья и сестры, вот так Священное Писание показывает, говорит, что труд не просто труд. Знаете, есть понятие такой рабский труд. То есть он неблагодарный какой-то труд, не оценен. И человек просто вынужден. Но здесь стоит слово труд любви. Смотрите, как апостол Павел в послании к Колосинам, 3 глава, 24-25 стихом, говорит так. «И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человека». Братья и сестры, вся работа, которая совершается для Господа, Бог говорит, все, что вы делаете, одному из меньших стих, для кого вы делаете, то вы сделали для меня. Братья и сестры, мы должны мотивировать, мы должны ясно видеть и труд, и служение. Общаясь с некоторыми братьями, служителями, они откровенно признаются, не знаем, что происходит. Порой трудно найти людей для какого-то служения. Нету кому заниматься с детьми. Нету средств для того, чтобы было погасить долги или какие-то, может быть, текущие белы в церкви. Нету кому проповедовать. Нету хористов. Нету кому еще куда-то поехать, друзья. Я думаю, почему так? Может, люди не понимают и воспринимают вот этот как рабский труд для Бога. Вот опять нужно идти, вот опять нужно жертвовать, вот опять какие-то нужды братья объявляют, вот опять нужно, братья и сестры, обратите внимание, мы служим не людям, не человекам. Апостол Павел говорит, Бог, Он справедлив. Мне неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви, которую вы оказали во имя Его, послужив и служа святым Его. Бог не забыл дело и труд любви. А когда же Он вспомнит? Когда же это наступит, этот момент, о котором мы говорим, о том, что Он не забыл, и Он вспомнит, и Он все это отметит? Когда мы читаем послание Коринфянам, 2 глава, 2 Коринфянам, 5 глава, 10 стих, это известный текст, там, где Павел говорит, и всем нам должно явиться предсудилище Христово. Для чего? Чтобы каждому получить. Братья и сестры, вот ясная цель, вот эта встреча, которая произойдет, когда Господь возьмет свою церковь, это называется судилище Христово, возьмет от этой земли, друзья мои, и прежде, чем начнется брак, акция, торжество, день, который придет, который мы пели сегодня в начале собрания, называется это судилище Христово, суд, где Господь будет сгорать не наши, братья и сестры, грехи, грехи уже прощные, а будут сгорать дела, которые были сделаны не во имя Господа, и которые были сделаны не с любовью, помните, там, где Павел говорит, упоминает и золото, и серебро, и драгоценные камни, упоминает и другой материал, сено, солома, ибо в огне открывается, ибо огонь испытает дело каждого, друзья мои, это реальность, это то, что произойдет, я верю, там написано, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, и если, слава Богу, добрые, друзья мои, и вот есть возможность, мы говорим о добром, хотя там и стоит и дальше, или худое, неправильное, Бог вознаградит за все, Бог будет вознаграждать, братья и сестры, за усердие, текст Писания, послание Ефесиным, 6 глава, 7-8 стих, написано так, «Служа с усердием, как Господу, а не как человеком, зная, что каждый получит от Господа по мере добра, которое он сделал, какое прекрасное качество усердия, говорит, этот человек очень усердный, он старательный, если ему поручить, он сделает, доведет до конца, на него можно положиться, попросить его, этот человек делает с усердием, обратите внимание, Бог будет вознаграждать не просто так, спасибо вам, абсолютно не так у Бога, братья и сестры, подмечено будет абсолютно все, и вот эти тексты Писания, которые мы сейчас прочитаем с вами, они подмечают за награду, награда, это что-то особенное, что-то реально, от Господа получит человек по мере добра, который он сделал за свои усердия, второе, Бог вознаградит за ревность, есть прекрасное качество, человек говорит, это человек ревностный, ревностный в том смысле, что он делает постоянством, несмотря ни на что, я вспоминаю свидетельство одного брата, проповедника, который приводил такой пример за одну старицу, которая имела слабые, больные ноги, у нее такая была ревность по Дому Господним, она так любила Дом Божий, Церковь Божию, собрание, и она всегда ходила, вы слышали, наверное, тоже этот пример, она всегда, идет ли снег, ли дождь, она всегда, не на автобусе, друзья мои, а своими больными ногами с двумя палочками, и вы знаете, весь этот ее маршрут, вот эту ревность наблюдала ее соседка, женщина в окно, и когда-то соседка пришла в собрание, потому что, говорит, смотрю, дождь идет, а моя соседка с палочками идет, грязь ли, она идет, снег ли, она идет, и Бог вложил вопрос, а почему она идет, что ее влечет туда, и она тоже пришла, и отдала свое сердце Господу, и апостол Павел, посланник Титу, говорит, что Бог создал себе народ особенный, очистить народ особенный, ревностный, к добрым делам, братья и сестры, как хорошо, когда есть ревность, и она направленная на добрые дела, Бог вознаградит за ревность, братья и сестры, Бог вознаградит за терпение, мы прочитали с вами, в послании к евреям, 10 глава 36 стихе, написано так, терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное, для служения, для труда, который мы совершаем в церкви, необходимо терпение, терпение нужно преподавателям в русской школе, в воскрешенной школе, терпение необходимо родителей, воспитание деток, терпение необходимо всем, и вот Павел говорит, что терпение нужно, чтобы вот исполнить волю Божию, чтобы дойти до конца, и стоит слово получить, получить обещанное, которое Господь обещал, Бог вознаградит за терпение, Бог вознаградит справедливо, в послании Коринфяна, во втором послании Коринфяна, в 9 глава 6 стихе написано, «При всем скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет». Просестры, это тоже важное служение, оно не только касается материального служения, сеять можно щедро во всем. Во многих вопросах служения, братья и сестры, можно делать это от души, щедро. Бог вознаградит по своей благодати. Послание к Евангелии от Луки, 6 глава, 38 стихе, слова Господа Иисуса Христа записаны так, «Давайте, и да вас савам, братья и сестры, обратите внимание, как дастся по благодати, мерою доброю, утрясеною, насыплем, наполненою и переполненою, отсыплют вам в лоно ваше, ибо какую мерою, мерою мерите, такую же отмерится и вам». Вы знаете, я видел просто фотографию, когда в Палестине отмеряют вот это мерою, переполненою, какая-то емкость, знаете, какая-то емкость, которая насыпает, ну, в общем-то, она должна быть полной, говорит, дайте, вот обильно, да, вот переполненную. Но у нас фотографирована, эта фотография таким образом, что вот высыпали порой, может, зерно или еще что-то, вот оно уже пересыпается сверху, уже настолько наполнено, оно сыпется сверху, вот так вот по благодати. Бог даст, говорит, давайте дастся вам меры добрые, утрясенную, нагнетенную, переполненную, отсыплют вам в лоно ваше. Ну, там есть и условия свое. Какою мерою мерите, такое же отмерится и вам. Братья и сестры, это касается многих-многих сфер, можно мерить, знаете, и в молитвенном служении, друзья мои, и в том служении, в котором Господь призвал. Можно, ну, я все уже сделал, а можно мерить так, как написано, меры добрые, утрясенные, переполненные. Братья и сестры, почему мы сегодня говорим об этом? Потому что время, которое Господь отделяет для каждого из нас, оно ограничено, правда? Время для служения, оно ограничено. Если мы спросим, обратимся к нашим старичкам, те, которые прошли жизненный путь, те, которые сегодня уже сидят просто в молитвенном доме, они питаются Словом Божиим, они, вспомните, как быстро прошло время. Когда-то мы могли посещать, принимать молодежь к себе, когда-то мы могли трудиться, делать, но сегодня уже нет силы. Наше время подходит к концу, к переходу. Как прекрасно вспомнить, когда есть, что вспомнить, друзья мои. А если нечего вспомнить, друзья мои, да так вот, для себя как-то прожили. Там, где была нужда, там, где откликались, там, где, может быть, так кто-то другой возьмет. Друзья мои, нам в субботу приедет молодежь. Церковь у нас не так уж большая, а молодежи придет много. Вы знаете, брать, который ответственный, он всегда переживает. Говорит, сделайте вот это объявление, сделайте вот это объявление. Я переживаю, как бы разместить, друзья мои. Ибо не на праведен Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви, который вы оказали во имя Его, послужив и служа кому? Святым Его. Все, что мы делаем, друзья, для святых, Бог говорит, это вы мне делаете, не им. Это я с вами буду иметь дело, это я буду с вами рассчитываться, говоря простым языком, это я буду вас вознаграждать. Так важен труд, друзья мои, святым Его, потому что время ограничено. Хотелось бы несколько слов сказать для тех, кто по каким-то причинам оказался вне труда, вне служения. Подумайте об этом сегодня. Так много сегодня труда и служения. Настолько я смотрю благословения для наших детей. Дети наши, которые видят родителей в служении, в труде, про сестры, где они думают, будете? Они будут там, где их родители прошли. Если я наблюдаю, отец косит траву, а всегда она у нас покошенная в церкви, а сынок рядом находится с папой, про сестры, где сынок будет? А вот там. Он займет это служение, он понесет дальше. Может быть, другое, но он видит труд и служение своего, друзья мои, отца. Если родители благословляют детей на миссию и сами едут, друзья мои, где дети будут? Они пойдут по следам и своих деток поведут, друзья мои. Труд и служение оказывают колоссальное влияние на наших детей. Они видят пример живой. Они слышат, что родители говорят. Давайте, давайте, в подвале надо убрать, гости придут. И там можно положить, и там можно положить. Да у нас нету места. Друзья мои, время ограниченное. Время, оно уходит. Через труд мы оказываем практическое влияние, пример, на этот мир. Это сильная проповедь, друзья мои. Всякий раз, когда наша молодежь бывает на миссии, друзья мои, это прекрасное свидетельство общаться с людьми, и люди задают вопрос, почему вы это делаете? Почему вы преодолели десятки и сотни километров, прилетев сюда? Что вы, какая ваша цель? У нас единственная цель донести весть о том, что есть Господь, есть любящий Господь, есть Христос. Это прекрасная возможность свидетельствовать людям. Дорогая церковь, братья и сестры, я хотел бы помолиться сейчас, поблагодарить Господа за то, что в доме нашем, я говорю о нашей поместной церкви, всегда находятся души и сердца, и добрые, отзывчивые, которые всегда откликаются. Была проведена огромная работа для того, чтобы убрать карпит, в малом зале, в коридорах, поселить плитку, слава Богу, сколько было братьев, сколько было сестер, которые готовили кушать, сколько было братьев, которые были, трудились здесь постоянно. Братья и сестры, Бог ничего не забудет. Жизнь продолжается наша, братья и сестры, скоро начнется работа, воскресная школа, русская школа, мы будем обращаться, нужны будут учителя, преподаватели, для которых необходимо и терпение необходимо, и пожертвовать временем необходимо будет прийти сюда и подготовить библейский урок и сделать его старательно, качественно, от души, как для Господа, друзья мои. Труд и служение, любви, друзья, оно преображает церковь, изменяет сердца людей, сближает, делает церковь живой, потому что не делает это, как для Господа. Поэтому пусть Господь нас благословит и ободрит. есть возможность, друзья, присоединиться к служению и труду, самому посильному, самому простому, самому то, что Господь дает на сердце. И тогда, когда мы придем в вечность, мы сегодня пели прекрасный гимн, я верю, это прекрасная картина, когда церковь соберется вместе, и Господь будет давать награды, и Господь будет давать венцы, и Господь вспомнит абсолютно все. И та бедная вдова, которая положила все свои последние две лепты, все свое, она будет особо тоже отмечена, потому что отдала все, что у нее было. Пусть поможет и благословит нас Господь. Аминь. Давайте помолимся. Субтитры создавал DimaTorzok